Завтра летнее беззаботное время закончится и школьники вернутся за парты. А сегодня, чтобы выяснить, как ребята провели лето, готовились ли к школе и с каким настроением идут в свои учебные учреждения, мы вышли на одну из центральных площадей города Видное, где пока еще дети активно проводят свое время. С каким настроением идете завтра в школу? С хорошим. Чего ожидаешь от 1 сентября и нового учебного года? Чтобы все хорошо, была добрая учительница и были пятерки только. В конце учебного дня нам дали тетрадки, учебные комбинированные задания, и мы их делаем на каникулах. Ожидаем хороших пятерок, хорошую учительницу, ну и все. А уроки учил, как их в школе готовился? Да. Что делал? Книги читал, занимался. С одноклассниками давно не виделся, с друзьями. Ну, у нас учитель поменялся. Вот интересно, какой классный руководитель будет. В первом классе обещали никаких драк, и это меня радует. Почему ты этого так боишься? Нет. Просто иногда там есть большие подростки, которые могут оказаться... которые всех бьют. Злые, да, ребята? Ну да. Ты не боишься их? Пока... Ну да. Как думаешь, какой самый любимый предмет будет? Уравнение. Почему? Считать любишь, да? Ну, я могу считать до 100. Как у тебя вообще настроение? В треке класса ты уже знаешь, что такое школа. Каким настроением уйдешь в этом году? Ну, с веселым. Потому что вот мне очень нравятся всякие праздники. Школьные, да? Ну, да. Ну, а какой самый любимый предмет? Самый любимый предмет – это физкультура и окружающий. Но, кажется, к новому учебному году больше готовятся родители учеников, которые вместе с ребятами все лето провели за книжками. Готовимся, уроки делаем. Это что мы делаем? Таблицы в ножей не учим наизусть все лето. Вот так, тихоньку. Какой класс? Выучили, в третий пойдет. Первый месяц, конечно, дали отдохнуть, но потом напрягли его ребенка. Читал, не хотел, играл. Но у него такие друзья были, что только позвали маму с папой в рассыпную, ну, куда делали, и наш читает. Особенного ничего не было, как обычно, дополнительные занятия дома, чтобы школа не хромала. А так нормально все. Ну, хочет в школу. Мы просто жили в Москве, вернее, он жил в Москве, переехал, и сейчас идет первый раз в четвертую школу. Новый класс, новый класс руководитель, поэтому, ну, нормально все. Хочет. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин и Катерина Давлятова. Видно этого.